Девчонки, я обещала вам показать свои реснички, которые мне сделали. Я решила еще поснимать. То есть я закончила один влог и вот решила начать еще второй влог перед отъездом. Такие маленькие заметки, маленькие кусочки будут. Не знаю, как я успею все смонтировать, все сделать. Я же не все снимаю, не всегда камеру достаю. У меня действительно все дни загружены. Я встаю раньше обычного и ложусь тоже очень поздно. И у меня нет таких бесцельно прожитых минут даже в моем графике. То есть они все заполнены именно такими делами. Не просмотром фильмов, не пролистыванием ленты в инстаграме, в социальных сетях. А я действительно работаю и готовлюсь к отъезду. Обещала вам показать реснички. Я хотела себе классику. Если честно, я так поняла, мастер не ожидал, что у меня настолько густые ресницы. И у меня реально не классика получилась, а как будто бы я делала себе 2D. Я хотела более естественный такой взгляд, чтобы они были не такими тяжелыми. Но получилось ровно в 2 раза гуще и длиннее, чем если бы я была накрашена. Я вот хотела именно эффект такой, чтобы... Вот такое ощущение было, что у меня накрашены ресницы. Чтобы не было видно практически, что это не накладные ресницы, а что это нарощенные ресницы. Чтобы был такой естественный взгляд. На самом деле они оказались очень-очень пушистыми. Но знаете, как я всегда ищу плюсы. Во всем стараюсь плюсы во всем искать. Ну, просто мастер не ожидал, наверное, что у меня настолько густо получится, что они у меня сами по себе как 2D. Я делаю реснички как реснички. Я даже не совсем в этом разбираюсь. То есть 2D это когда на каждую твою ресничку идут 2 нарощенные. А классика это когда на каждую твою ресничку идет по ресничку. Один к одному. И просто получилось так, что у меня они сами по себе густые. И эффект как 2D. Но я во всем стараюсь искать плюсы. Девчонки, вы меня тоже спрашиваете. В моей жизни радостности. Мне не всегда так бывает. И очень часто такое бывает, когда какие-то сложности, проблемы, трудности. Но я просто понимаю, что кроме меня никто за волосы, скажем так. Что меня никто не вытянет из пучины моих проблем каких-то, как не я сама себя. Мне бы, конечно, хотелось бы иметь, наверное, как и каждой девушке, ну, какое-то сильное такое мужское плечо. Вот. Но пока мне приходится вытаскивать саму себя из каких-то проблем, из всего. У меня бывают такие же дни, какие-то периоды. Просто я не всегда вам снимаю, когда там неплохо, больно, обидно, неприятно. Когда у меня там какие-то стрессовые, депрессивные состояния. Я просто не снимаю вот это все. А также бывает, не смотрите вот эти вот инстаграмные. Я вас очень прошу, не смотрите вот такую вот инстаграмную жизнь. Красивые картинки. Где там мамы двоих детей выглядят отлично, у них в семье все хорошо. Они там с мужем гуляют по парку, за ручками. Вот сейчас смотрю, есть проект такой в Доме 2, называется «Сохрани свою любовь». Не «Построй свою любовь», «Сохрани свою любовь». Где приходят пары, семейные уже пары. И они типа там стараются сохранить отношения, работают с психологами и так далее. Так вот, одна из пар, она говорит, мы делали классно. Я хотела вот показать, что моя семья, она там самая-самая лучшая, что мы счастливы. Мы, говорит, шли и делали крутые фотографии в парке. Но вы, говорит, не представляете, что творилось за кадром. Мы просто, говорит, ругались. Мы просто в этот день ругались очень сильно. То есть, а это просто красивая картинка жизни. Многие транслируют эти красивые картинки в инстаграме. Никто вам не покажет гору посуды. Вот я прихожу к Юльке, она говорит, «Насть, конечно, испытываешь чувство вины, когда смотришь инстаграмных блогеров. И где там она вроде бы мама троих детей. Она вся такая ухоженная, там красивая. У нее ноготочки она делает. Там, я не знаю, реснички все у нее там. Но никто не знает, что за кадром происходит. Насколько муж участвует в жизни этой девушки. Насколько финансово он ее может обеспечивать. Какие вот, ну, возможности даже те же финансовые, там, ногти, ресницы сделать. Есть ли возможность няню, какую-то помощницу по дому нанять и так далее. И мамочки, которые вот видят свой быт вот такой вот окружающий, да, где там гора посуды, нестиранные пеленки, грязно. И начинает себя, это неосознанно так получается, старается сравнивать свою жизнь с жизнью блогера инстаграмного, да. И она далека от совершенства именно в сравнении. Вот этого не стоит делать, потому что никто не знает, что происходит за кадром в реальной обычной жизни у большинства медийных лиц. Каких-то известных, звезды, не звезды, блогеры, не блогеры и так далее. И мне вообще очень бы хотелось, чтобы девчонки друг друга поддерживали, чего я не наблюдаю в данный момент в нашем российском пространстве, интернет-пространстве. Я не знаю, почему так исторически сложилось. Вот действительно задаюсь этим вопросом, почему вот у наших девчонок, видя, как страдает другая девушка, как там у неё там плохо, неплохо, или, допустим, наоборот, какие-то радостные моменты в жизни происходят, почему бы не поддержать этого человека, почему бы не порадоваться за него, даже тем блогерам, которые там присылают вещи на халяву, как многие считают, на обзор, почему бы не порадоваться этому факту, что кому-то что-то приходит в этой жизни, причём это не по халяве. То есть эти вещи ещё нужно отработать. И, ну, наверное, поймёт тот, кто… Вот я всегда говорю и стараюсь сама так поступать, то есть я стараюсь не осуждать другого человека, стараюсь я ловить себя на какой-то мысли, если мне приходит осуждение, потому что я понимаю, что я не знаю, как я бы поступила, если бы я прошла жизнь этого человека, да. Ну, как говорят, одень тапки и пройди от самого момента рождения до того момента, до того этапа, на котором находится человек. И поэтому, ну, как я могу, ну, осуждать, бывает, у меня, конечно, проскакивает, я тоже не идеальная, как вот можно осуждать того человека, как-то пытаться проанализировать и понять поступки с точки зрения опыта твоего жизненного, потому что у всех он разный, и этот человек, он не вы, и его мысли никогда не будут соответствовать вашим мыслям, и он будет поступать. Ну, нельзя понять другого человека. Очень часто такое бывает, когда, допустим, там, ты встречаешься с кем-то, с тобой как-то некрасиво поступают, и девушка думает, блин, ну, что я такого сделал, ну, где я вот-вот поступила не так как-то, да, вот где я себя не так повела, и вот пытаешься понять этого человека. Ну, многие вещи ты просто не поймёшь. Заниматься самокопанием, критикой ни к чему хорошему это не приведёт, потому что просто, возможно, у человека такой период, да, кармический, астрологический, может быть, у тебя такой период, да, и ты должна пройти этот урок и ошибку. Да просто человек не готов в данный момент к семейной жизни. Ну, это я как пример вам привела. Я думаю, почему у нас в женском обществе, вот у мужчин это очень остро так развито, это вот мужская солидарность. Я думаю, почему у девчонок такого нету, да, когда ты видишь, что другому человеку плохо, без усуждения там постараться чем-нибудь помочь, поддержать добрым словом. Я вообще иногда сталкивалась с такими вещами, для меня необъяснимыми, но я говорю, наверное, не нужно стараться просто объяснять чьи-то поступки и чьи-то слова. Когда вот болеют раковым заболеванием девчонки, и они там что-то просят помощь, их начинают обвинять, что они там тратят деньги на себя, те, которые им там перевели на лекарства, на те же самые. Но вы просто вот себя поставьте на место этого человека. Вот просто представьте, у вас, вы болеете этим заболеванием, да, и вы сегодня можете быть живой, а завтра всё у вас не будет. И ты стараешься, мне кажется, в этих условиях себя чем-то порадовать, чем-то вот поднять себе настроение. Это, ну, мне сложно представить даже чувство человека, который вот находится на волоске от смерти. И чтобы там осуждать за потраченные деньги, вот, то есть, и вот у нас нету женской солидарности. Вот почему у нас, у девочек нету женской солидарности? Или кто-то там родил ребёнка, кто-то хорошо живёт, кто-то может себе позволить шмоток больше, чем ты себе можешь позволить. Ну, почему бы не порадоваться счастью другого человека? Даже если у неё там муж богатый, может, ей это всё позволить. Да, блин, слава богу, что есть ещё такие мужики. И пусть на вашей ещё там, я не знаю, улице не перевернулся грузовичок с пряниками, и пока у вас этого нету в жизни, или вы там живёте с мужем-мудаком, но вы его сами выбирали. Вот, по сути, мы живём с теми, кого мы сами выбрали. Это родители мы не выбираем, мы рождаемся в этой семье, мы не можем исправить этот факт, да. А вы живёте с человеком, которого вы выбрали, и, скорее всего, вы видели эти недостатки, и, скорее всего, вы видели, что человек в чём-то не дотягивает, и что он там вам чем-то не подходит. Но вы думаете, что вы-то вот его как раз исправите. Но не зарабатывает он много, да. Он слесарь, там, с умственным IQ, где-то там ниже пятёрки. Но я как бы не хочу никого обидеть, ни слесарей, ни сантехников, да. Есть разные слесарь и сантехники. Прошу не привязываться к словам. Это тоже у нас очень часто любят такое делать. Но вы его сами выбрали. Вы видели, насколько... Вот изначально видно, насколько мужчина перспективный. Вот есть у него какие-то дальнейшие задатки для роста? Или просто у него отсутствует, и он после работы пивко, на диван попу, или играет в танчики? Всё это изначально видно. Вот честно себе признаетесь. Вы всё это видели. Вы выбрали этого человека, вы вышли за него замуж. Либо какие-то, я не знаю, захотели перекрыть какие-то свои финансовые трудности. Либо вам нигде было жить. Либо у вас там часики протикли. Либо вы захотели ребёнка. Либо вы страх у вас испытывали перед одиночеством. Ну мало ли какие у нас там детские травмы. Но вы выбрали этого человека. И как бы... Ну смысл завидовать той девушке, которая выбрала другого человека. Да, не то, чтобы она удачно вышла замуж. Она сознательно выходила замуж за определённого мужчину. Вот, собственно говоря, ну просто нужно порадоваться. Что вот у... Кто-то живёт лучше, пусть даже ваш. У кого-то сейчас, ну больше денежек на то, чтобы иметь возможность привести в порядок. Но стремитесь к этому. Я ещё, знаете, вот у меня прям философия сейчас спрёт. Я вот сталкиваюсь очень часто в работе, именно даже. Вот мы ведём в чаты свои там, в Фаберлик, да? Рабочие. И вот, например, пишешь там девчонкам. Девчонки, бонусная программа. Появились там забалы. Вы сейчас можете. У нас есть накопительная программа в Фаберлик. Вы делаете заказы. Вам за каждый ваш заказ начисляется определённое количество баллов, которые вы потом можете обменять на подарки. Подарки даётся классно. И сейчас эта программа, она немножко поменялась. Там добавилась одежда. Добавились даже аппараты Денос. И вот мы своим пишем. Девчонки, зайдите, посмотрите, какой огромный перечень. Как он поменялся. Какой он классный. Там появилось одеяло. Там одежда. Очень много там посуды. И, например, человек задаёт вопросы. А что там даётся за 15 или 20 баллов? Я вот понимаю, что большинство наших людей, они настолько ленивые, что они не могут даже попу от дивана оторвать и просто дойти до компьютера и посмотреть. То есть, если бы мне сказали, что Настя, ты там накопила 100 баллов, и ты эти 100 баллов можешь обменять на подарки, то я бы бегом побежала смотреть, что я могу получить. Да, даже бесплатно, что я могу. А люди не могут ради бесплатного поднять свою попу, подойти к компьютеру и самостоятельно посмотреть и выбрать подарки за баллы. То есть, я сталкиваюсь иногда с такой ленью людей. И поэтому я уверена в том, что Россия живёт так бедно, люди в России живут, потому что, в принципе, они ничего не хотят даже для себя сделать. Они даже вот, знаете, как я пример даже Юльке привела. Вот ему говорят, встань с дивана, вот там я на тумбочку тебе положил миллион. Она такая говорит, а вот ты какой мне миллион положил, миллион рублей или миллион долларов? Вот есть ли мне смысл вставать ради этого миллиона? И вот я сталкиваюсь с тем в работе, что большинство людей у нас вот такие вот, ну, как бы это ни печально звучало, но многие просто настолько инертные, настолько вот такие вот какие-то вялые, ну, не хотят делать. Вот, по сути, поэтому, наверное, находятся именно в той точке, в которой находятся они, потому что ничего они не хотят в этой жизни, им лень, просто лень, и всё. Поэтому мы живём той жизнью и с теми людьми, кого мы себе, мы выбрали, по сути, такую свою жизнь. Вот что мне мешает сейчас продать всё здесь? Вот я мечтаю жить на море, да, в тёплых краях. Что мне мечтает жить? Что мне мешает продать, например, недвижимость, которую я там имею, да, и переехать купить домик на море? Я могу жаловаться, приводить 150 аргументов, оправдывать себя, но это мой выбор, жить пока здесь, потому что рядом находятся мои родители, они близко, я могу сейчас, для меня сейчас семейные ценности, например, имеют колоссальное значение, и поэтому для меня важно, чтобы они были рядом со мной, чтобы я могла там 2-3-4 часа быть у них, такого у меня не получится, если я буду жить там в Сочи, либо ещё где-то, плюс ещё ко всему, там дороже, недвижимость, я уже не сохраню такие условия, как у меня здесь, то есть за те деньги, за которые я здесь купила, допустим, трёхкомнатную квартиру, там я куплю однушку, потому что то, что там продаётся за полтора миллиона, это просто без слёз не взглянешь, какие-то фавелы с таким вот маленьким окошком, я недавно смотрела видеоролик, это 15 квадратных, 10-15 квадратных метров, полтора миллиона стоит, ну, смешно просто, вот смотришь, и сравниваешь, опять же, ту же самую недвижимость в Турции, где ты за 2,5 миллиона можешь купить 2 плюс 1, то есть это у тебя будет гостиная плюс спальня, и шикарный будет подъезд, и окна панорамные, и уже с ремонтом, с готовым, и за полтора лимона, вот это вот нечто такое вот просто страшное в нашем Сочи. Очень много мне информации для вас, прям поток у меня включился, и это мой выбор, вот на данный момент, ну, чё сетовать на то, что я не живу в тёплых краях, это мой выбор, выбирай что-то другое, продавай всё, раз так ты мечтаешь, продавай что-то такое большое, покупай там себе что-то маленькое, развивайся там дальше, и поэтому там, где вы сейчас находитесь, в той точке, в которой вы сейчас находитесь, это ваш выбор, понимаете, который вы сделали сами, никто не виноват вам, не надо искать крайних, что виноват вот этот, вот этот, вот этот вот, да, что я так живу плохо. Просто, ну, сталкиваюсь, есть, конечно, разные случаи, есть разные варианты, все тоже нельзя, это я говорю в общем, вот смотрю статистику даже по рабочим каким-то моментам в Фаберлик, и понимаю, что наш российский народ, он ленив на авось всё, и вот как-то так, лежачие камни, под которые вода не течёт. И да, я хотела вот призвать вас, девчонки, будьте более, ну, как-то более добрее, более солидарнее к девушкам, к женщинам, потому что, ну, по сути, у многих судьба-то не сладкая в России, в плане даже личных каких-то вот отношений, потому что не то чтобы по статистике нас больше, но как-то ценность вот женщина-девушка в России представляет меньше, будьте, становитесь более достойными, не гонитесь вы за мужчинами, за брюками, за штанами, лишь бы он у вас был, как-то, ну, цените себя, относитесь к себе, ну, как к чему-то драгоценному, да, это не надо как с тормописанные с собой носиться, но всё равно цените себя, не, не, ну, не удешевляйте как-то, вот я всё готова ради него сделать, вот чтобы лишь бы вот ты со мной рядом был, ну, старайтесь как-то вот от этого избавляться, и других девчонок поддерживайте, потому что, ну, вот опять же, у меня знакомая ездила отдыхать и параллельно работать в Швецию или во Францию, так вот я могу сказать, что там статистика немножко по-другому работает, там женщина, которая готова и хочет иметь семью и детей, она там на вес золотой, она может быть там с какими-нибудь засаленными волосами, плохенько одетая, какая-нибудь неухоженная в помятой одежде, и её будут там держаться за неё просто, цепляться, то есть там у них статистика наоборот немножко работает, там тебе не обязательно выглядеть хорошо, наращивать ресницы, ногти, и ты будешь там востребованная, только лишь потому, что ты готова к семье и детям, и ты хочешь вот о ком-то заботиться, ухаживать, и вот дарить ласку, заботу мужчине, да, хочешь семью, а у нас немножко по-другому это работает, у меня там садится батарейка, девчонки, я это выделю в отдельное, наверное, видео, вот, у нас уже наговорила на 19 минут, и реснички показала, и наговорила вам на целых 19 минут, и батарейка у меня уже садится, так что будьте немножко добрее, уважительнее, и вот ловите себя вот на этом чувстве зависти, злости к другой девушке, постарайтесь вот как-то поймать на себя, ведь это работа с самой собой, вы даже не делайте той девочке хорошо, вы делайте это самой себе, потому что подобное притягивает подобное, если вы будете концентрироваться на злости, ненависти, то вы будете притягивать это постоянно, так работает вселенная, а когда вы будете смотреть и будете, блин, как вот классно, у нее такой классный муж, если вы будете на этом концентрировать свое внимание, вы вот только попробуйте немножко поработать над собой, вы увидите, как изменится ваша жизнь. Все, я вас обнимаю, целую, многих из вас люблю, и всем пока-пока.